Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Доходы от ЕЕ могут быть выкористаны, як резерв для повышения заработной платы супрацовникам Галины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 в семье, которую мог бы видеть ребенок. Там нет мамы и папы, там нет того примера, который они могли бы в своей жизни усвоить. При этом универсального подхода тут не существует. С одного боку домашний клопот и утульность – бесперешный плюс, но не каждый может створить належную семейную атмосферу. И наведо тому одно из главных вопросов областного форума – подбор кандидатов у приемные родители. Родители-воспитатели проходят определенное обучение, тестирование. С учетом и на базе социально-педагогических центров, с учетом их личностных характеристик. И уже совместно, комиссионно принимается решение, может ли данный человек выступать в качестве приемного родителя или родителя-воспитателя. Дается определенное заключение для этого. Потому что основная наша цель, безусловно, в нашей работе – это то, чтобы каждая замещающая семья для ребенка-сироты стала родной. Валентина Колосько с Житковицкого района не делит своих детей народных и приемных. Женщина кожному дорыть материнский хлопот. У великой и дружной семьи, где сейчас выховывается 9 неполнолетних детей, панует атмосфера радости и поваги. Не считаю, что это сложно. Дети же приносят не только заботы и хлопоты, а еще больше радости они приносят, чем заботы. У Гомельской области зараз проживает свыше 3000 детей-сирот и детей, которые застались без опеки родителей. Больше 80% выховываются в замещальных семьях. И по этому показчику регион – сирот-лидеры Украины. Кроме этого, на Гомельшине проводится веализная работа по створению детских домов семейного типа. Сейчас их денежная 43. Еще два у Луеви и Рогачеви будут открыты в этом году. Дмитрий Котов, Михаил Рабкоут или радиокомпания «Гомель». У Гомеля прошла 9-я республиканская навыково-практичная конференция с уделом студентов и молодых ученых Беларуси, России и Украины. У центра уваги оказались перспективы развития сучасной медицины. Громадское здоровье, спортивная и экстремальная медицина, психиатрия, микробиология. Обмерковать иснуючие в медицине проблемы и шляхи их выращения про захоронение сучасных технологий, в «Гомель» приехали около 400 человек. Поделиться планами и напрацовками выращили у приватности представники медицинских университетов с Киева, Винницы и Курска. Основная мета конференции – выявить схильную до науки талиновитую молодь. Как ожидается, по выниках мероприемства будет выдаден сборник у всех представленных докладов и материалов. Эффективность есть. Многие проекты идут на республиканские конкурсы еще дальше выше. Многие проекты патентуются, формируются распредложения. Многие проекты вышли уже на международный уровень. Темчасом у Гомельским державным университетом имя Франциска Скарыны отбылася шестая международная олимпиада по основах психологии и педагогики особой каска. У делу ее приняли студенты высшейших научных установ с Беларуси и России. За перемогу смогались 20 команд. За плечами у дельников олимпиады – теоретичные и креативные этапы. Под час первого им необходимо было пройти онлайн-тест, на другом – оригинально представить команду и ВНУ. На заключенном этапе студенты продемонстрировали свои инновационные проекты – психолога, педагогичные каски. Формы выступления самые разные – от презентации и видеоролика до театрализованных постановок. Пираможцы вызначали у особных категориях. Сирот студентов, которые отримывают эдукацию по специальностях психолога и педагога, а также тех, для которых эти предметы не являются профильными. Четвертый год за пару олимпиаде примали у дел и школьники. Это старшоклассники, которые в перспективе плануют выучать психологию в высшейших научных установах. Студенты встречаются, они получают общение реально, не онлайн общение, а реально они могут обменяться. Какими-то своими достижениями, мыслями здесь. Это очень полезно для обмена мнениями, опытом и для профессионального развития. Школьники приходят в университет, тоже получают такой первый опыт общения со студентами уже. Видят, что жизнь студента – это не только учеба сплошная, но и такие интересные мероприятия. Поэтому это их тоже привлекает во многом. По выниках конкурсных выпробований у Левшей признана команда студентов факультета психологии и педагогики ГДУ имя Франциска Скарыны. У Палацы Румянцевых и Паскевича открылась выстава, которая рассказывает про лес и теймницы князского рода Радзивиллов. На ней представлены живописные и графичные портреты, миниатюры, медали и шмат других уникальных экспонатов. Наш корреспондент Вероника Ворошили на одной из первых ознайомилась с редкими каштовностями, важными как для особной семейной династии, так и для выучения исторической спадшины Беларуси. История, бадай, самого вядома, га у нашей краине князского рода Радзивилла обвейная славой и легендами, наполнена дивными поворотами лесу. Йон не имел соберованных, убагать и уплыву. Радзивиллы володали велизарными земельными территориями, вызначилися у политцы, военной справе, навуцы и мастатстве. Представники знатного рода удельничали у военных и повстаньях, будавали крепости и палацы, засновывали мануфактуры и друкарни, створали и сбирали шедевры мастатства. Иншими словами, я не поступово писали историю. Радзивиллы «Лесу Украины и Роду» – это коллекция польского предпринимательства и гражданского деятельства Матья Радзивилла, яки на протягу 20-ти годов сбирают предметы, яки разповедают об его знакомитых протках. К сожалению, когда я привез коллекцию в Минск, я не знал, что музей в Гомеле тоже хотел бы взять в депозит эту коллекцию. Если бы я знал, я бы привез тоже портреты князей Чартуриских, которые больше связаны с Гомелем, потому что они были, можно сказать, владителями Гомела в начале 18 века. Представленная у Гомеля выстава налишевая колеста уникальных экспонатов. Это гравюры, миниатюры, медали из каштонных металлов, предметы ткацтва, утымлику, шалковый, слудский пояс 18-го стагодя. Большая шастка коллекции – портреты. На их можно убачить Барбару Радзивилл, Михаила Казимира Радзивилла Рыбаньку, короля Станислава Радзивилла и многих инших знаковых особ, знакомитого князского рода. Любой, кто хоть немножечко знает историю Беларуси, знает, кто такой Михаил Казимир Рыбанька или Панника Ханку, или кто такая Уршула Радзивилл, которая впервые несвеже организовала театр, и этот театр прославил этот город в свой период, исторический период. Она писала пьесы, и эти пьесы были изданы после ее смерти. То есть о каждом из Радзивиллов в представленном зале можно говорить много и очень много интересных историй. Представленные на выставе портреты датуются розными стагодзями. Частка с них была набита Матеем Радзивиллом на аукционах. Особная изъявляется фамильной спадшиной. Мой дедушка получил этот портрет, и он висел у него в борце недалеко Баршавы. Этих портретов, которые сохранились в нашей семье, для меня это великая ценность, потому что я смотрел на эти портреты, когда был уже мальчиком, и они смотрели на меня. На шадок выдатного князского рода Радзивиллов имкнется пополнять семейную коллекцию новыми уникальными экспонатами, которые заховывают память об его знакомитых протках. Так само он ведет великая фамильная древа. Кожные 5-6 годов оно обновляется, и зараз наличивает 20 поколений. Матери Радзивиллу, пыонены про историю семьи, можно лепш сразуметь контекст многих исторических падений. У свою чергу, каждый наведывальник выставы сможет доведаться больше про лез знаками тагороду, який покинул глубокий след у истории культуры нашей краины. Вероника Варашилина, Сергей Лукашук, телер, радио «Кампания Гомель». Роу моторов и великая худкость. У Гомели пройшла 15-я республиканская спартакияда по картингу сяродного ученца у техноспорт. У ее проняли удел 64 спортсмены из усих областей краины. За ведовищным споборництвом назирала Ганна Каральчук. «Картинг» – это спортивная техничная дисциплина и первая приступка в аутоспорте. Все знакомитые аутогонщики Формулы-1 начали карьеру с маленького гоночного автомобиля «Карта». Это спортивный микроавтомобиль с руховиком внутреннего сгорания, призначенный для тренировок и удела в споборництвах. Сучасные дети могут попробовать свои силы уже у 4-х годового взросления. От шеуша одной, что эти эмоции они начинают тренироваться в Сурьоз и уже до 6-ти годов могут стать республиканскими чемпионами в своих классах. А это еще больше стимулирует до новых стартов у Перамох. Мне 7 лет. Я занимаюсь картингом 3 года. Я сегодня приехал первую на квалификацию. Это было совсем несложно. Мне 12 лет. Меня привел сюда папа. Я занимаюсь уже 7 лет. Многие считают, что это не для девочек, но мы как-то занимаемся и нам нравится. Я уже шестикратная чемпионка Республики Беларусь. Все лето с поборницей отбылись в 6 классах. Молодшая группа – малыш. Объядного и удельников с 6-ти годового взрослого. Школьники в взрослые до 16-ти годов выступают в классе «Ротекс-Макс-Юниор». В первый день спартакиады удельники споборничали в индивидуальном заезде в фигурном маневровании. А в другой день – в кольцовой гонце. Эти соревнования выбиваются из других. То есть, если в те годы у нас было порядка 50-45 машин, то в этом году 64 машины. Со всех регионов Беларуси на нашей трассе сегодня будет находиться 8 команд. Команд всех областей города Минска и Минской области тоже. То есть, все области представлены полными командами. По выниках двух дзенц-поборництва у командным залейку третье место у команды Витебской области. Другое место заняли выхованцы Республиканского центра инновационной техничной творчасти. Первой стала команда Гомельского городского центра додатковой адукации детей и молодцы. Ганна Краильчук, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуск завершен. У студы працавала Наталья Игнатенко. Мы сочим с разведцем падзею Гомеля в области. Заставайтесь с нами. Продолжение следует...